Объединение выпускников Житомирского военного училища уже давно заботится о сохранении памяти об Иване Туркенича. Иван Васильевич Туркенич в первые годы войны был командиром подпольной организации «Молодая гвардия» в Краснодоне. Затем в составе Советской армии в декабре 1943 года он, единственно выживший из артиллерийского расчета, не подпустил немецкие танки к селу Раковичи Житомирской области, в одиночку уничтожив три фашистских тигра. В 1944 году он погиб в боях за польский городок Глогов. Посмертно был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Присвоение ему звания Героя Советского Союза добилось Житомирское военное училище. Выпускники училища на собственные средства установили на месте подвига старшего лейтенанта Туркенича в деревне Раковичи памятник. И теперь еще на протяжении пяти лет собираются проводить такой автопробег. Автопробег несет не только совершение путешествия с города в город, но проезжая по дорогам, останавливаясь на заправках, останавливаясь в различных местах, мы проводим акции памяти. Проводили эти акции памяти и в Петропавловске, и в Новом Лимане, где нас встречали люди, интересовались, кто такой Иван Туркенич, и мы объясняли. Потому что даже на заправке последний, вот перед Старым Осколом, подошли ребята, заправщики, говорят, а кто такой Иван Туркенич? Вот мы рассказали. Имя Ивана Туркенича для нас является свято. К участникам автопробега присоединилась и внучатая племянница героя. Она живет на родине Ивана Туркенича в Новом Лимане, Воронежской области. А в Житомир Галина везет частицу родного края. Сердце разрывалось на части, потому что, представляете, я в детстве, в юношестве, ты знаешь, что он герой, да, ты знаешь, где он захоронен, но нет ни малейшего надежды, что ты когда-нибудь туда попадешь. Мама даже дала земли родной с того места, в котором он родился, и я вот везу именно в Раковичи. Две машины с портретами Ивана Туркенича и символикой акции – основной костяк автопробега. Но в каждом пункте маршрута участников сопровождают местные военно-патриотические организации. В Старом Осколе их поддержали участники автомобильного ретро-клуба. Мы находимся здесь всё-таки уже после работы, все съехались. Мне приятно находиться здесь. Пригласили нас, мы согласились, поэтому сейчас вот проедем, покажем наш город, места славы наши, памятник. Никто не забыть, ничто не забытое. Появление ретро-автомобилей и людей в военной форме времён Великой Отечественной привлекло внимание горожан. Люди не только фотографировались в раритетных машинах и с оружием в руках, но и интересовались, что за начинка у этих авто. Стекло, которое сымался в тент, оно откидывалось. Можно было загнать в деревья, спрятать её. То есть разведка очень хорошо её применялась. Автомобили представлены наш минимум. Это два автомобиля военной ГАЗ-67Б и два автомобиля ГАЗ-69, это уже 60-е годы. Форма приближена к оригиналу максимально. Оружие, макеты тоже оригинальные. Вообще автомобилей у нас около 30 находятся, но мы не успели подготовиться. Гостям из Москвы тоже приглянулись местные ретро-автомобили. Признаются, что и у них была мысль доехать до Житомира на технике тех лет, но пришлось от этой идеи отказаться. Была такая мысль, но появились сомнения, сможем ли мы преодолеть такой автопробег общей сложностью около 2500 километров на ретро-автомобиле. Ну а потом ещё, всё-таки мы военнослужащие, рано нас списывать в ретро. Участники акции вместе с представителями ретро-клуба возложили цветы к памятнику у атаманского леса. А затем староскольцы проводили гостей до выезда из города. Следующей точкой маршрута автопробега стал Курск. Возможно, и в следующем году дорога участников акции памяти и благодарности воинам пройдёт через Старый Оскол и привлечёт ещё больше людей.